В этом году 12 апреля исполняется 55 лет со дня первого полета человека в космос. Юрий Гагарин на корабле «Восток-1» вышел на околоземную орбиту, что стало отправной точкой в становлении отечественной пилотируемой космонавтики. Для кого не секрет, что перед полетом каждый пилот, тем более космонавт, проходит серьезную подготовку, которую нельзя представить без специальной техники. Об этом мы сегодня и поговорим. Гость нашей студии, лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки, профессор, руководитель Центра тренажера строения Валентин Шукшунов. Валентин Ефимович, здравствуйте. Здравствуйте. Приятно Вас видеть в нашей студии уже в новом году, в юбилейном для нашей космонавтики ГОТУ. Ваш центр занимается созданием специальных тренажеров для подготовки космонавтов. Я знаю, совсем скоро, как раз таки сегодня, 12 апреля, состоялась презентация новых аппаратов. Что это за аппараты? К этой дате, фактически, 12 апреля 2016 года, мы подготовили новые тренажеры. Например, один из тренажеров, научно-аналитический модуль называется. Это новый модуль российского сегмента Международной космической станции. И мы также создали, разработали и прошло уже испытание тренажер, который готовит космонавтов к деятельности и на орбите в открытом космосе, на поверхности Луны, поверхности Марса и даже астероидов. Это универсальная такая система. Мы считаем, что мы здесь опередили американцев в создании такого комплекса. И в этом отношении это, я считаю, хороший такой подарок и космонавтам. Мы также разрабатываем сейчас и учитываем, что, несмотря на то, что тренажеры, которые мы создаем для подготовки космонавтов, являются фактически аналогами тех реальных космических кораблей и станций, которые есть, в высокой степени подобия. Но вот одно, значит, свойство не учитывалось — это невесомость. Невесомость мы сейчас воспроизводим при внекорабельной деятельности, а когда внутри корабельной деятельности эта задача решалась очень трудно. Сейчас мы решаем такую проблему, и вот мы действительно будем презентовать эту работу. Это прорыв будет в создании космических тренажеров. Этот аппарат, когда он поступит уже, скажем так, на вооружение нашего космоса? И в чем его концептуальное отличие, например, от предыдущих моделей? Или он уникален, первый в своем роде? Вот то, что я говорил, и так называемый комплекс даже, и тренажер для подготовки к внекорабельной деятельности космонавтов и на орбите, в открытом компасе, и на поверхности Луны Марса и астероида, это принципиально новый тренажер, он уникальный тренажер. Я хочу сказать, что мы здесь опередили в создании из Соединенных Штатов Америки. Поэтому это не продолжение чего-то, не модернизация, а создание принципиально нового тренажера. То есть в науке существует эволюционный путь и революционный? Это революционный путь, да. А вообще, чем наши тренажеры отличаются, скажем так, от американских? Вы знаете, я хотел бы ответить на этот вопрос следующим. Проценировать то, что говорят космонавты, которые знают и наши тренажеры, и работали на тренажерах американцев. Вот в 2013 году, когда наш центр тренажеростроения отмечал свое 40-летие со дня основания, нас посетил летчик-космонавт, дважды герой Советского Союза Владимир Александр Дженебеков. И он, посетив в Новочеркасске Донской филиал, он сказал следующее. «Я совершенно не ожидал, что у нас возможен такой прорыв и в технологии, и, главное, в мозгах. Я увидел здесь смесь реального и фантастического, и мне захотелось сюда приезжать, чтобы поработать. Я вспоминаю свои поездки в Соединенные Штаты Америки и могу сравнить тренажеры, которые разрабатываются, создаются в Соединенных Штатах Америки и здесь, в Новочеркасске. Небо и Земля. Общее мнение космонавтов российских и астронавтов американских, что наши российские тренажеры наиболее адекватные и наиболее приближены к реальным кораблям и так далее. Они на 80-90% воспроизводят все те полетные операции, которые выполняются в космосе». «Это приятно слышать. Но смотрите, какая штука получается. Американцы уже довольно долго, с учетом развала Советского Союза, остались одной сверхдержавой, во всем они, скажем так, первой. А здесь вот так они сильно отстают. За счет чего? В чем наш секрет такого успеха? Я понимаю, что мы были первые в космосе, но после этого у нас в стране многие потрясения произошли. Знаете, я не скажу, что они там отстают и так далее, но я бы сказал так. Мы не отстаем от них, а во многом и опережаем. За счет чего? За счет, я тоже скажу, вот американцы, астронавты, они даже прилетают часто и на субботу, на воскресенье в центр подготовки космонавтов для того, чтобы потренироваться на наших тренажерах. Они говорят, эти тренажеры наиболее человечные, так они назвали. То есть они наиболее подготовлены к тому, чтобы человек использовал, не человека использовали, а человек использовал эту технику для подготовки к полетам и так далее. Вот в чем отличие российских тренажеров? Они в достаточно полной мере воссоздают вот ту информационную среду, которая есть на реальных космических кораблях и станциях. То есть получается, американцы экономят на стоимости тренажера? Вы знаете, здесь традиции, видимо. Вот с самого начала, и мы подключились к этой работе в середине 70-х годов, и вот такое было взято направление. Некоторые говорят, а у американцев много картинки на баннерах и так далее, и так далее. Но баннер никогда, и даже сто баннеров не заменит ту среду реальную. И требует, вот эта требовательность, высокая требовательность космонавтов, чтобы было идентично, приближено, как сказал Корзуна. Сколько стоит наш тренажер и американский? Это несравнимо, во-первых, и нет таких данных у нас, значит, это самое. Это несравнимо, но тренажер... Это порядок, разница в порядок или в разы просто? Вы знаете, я тоже, я, может быть, отвечу не совсем прямо, но хочу сказать. Когда где-то в 2000 году мы впервые в Центре подготовки космонавтов создали виртуальную, стенд виртуальной реальности Международной космической станции. Мы начали рассказывать о стендах, его возможностях и прочее, прочее. Ну, мне задают вопрос, скажите, сколько будет стоить вот этот стенд-тренажер виртуальный и так далее? Ну, я ему сказал, что эта вот сумма будет вот примерно вот у нас на 3 миллиона. Он говорит, долларов? Я говорю, нет рублей. И говорит, ну это в 2000 году было, и говорит, так это мелочи, может, мы купим за миллион долларов, значит, этот стенд и так далее. Значит, вот я понял, что там практически на порядок, значит, цены более высокие по созданию тренажера. Чтобы было более понятно, сколько стоит, какова стоимость вот этого нового революционного аппарата? Я не могу называть сейчас цены такие, значит, но стоимости, смотря что. Значит, если это комплексный тренажер, это одна цена, если это специализированный тренажер, то есть он менее, значит, охватывается. Скажем так, давайте действительно, пока, собственно, мы его еще в деле не видели, или он еще не находится, скажем так, на использовании нашего космоса. Сколько стоит обычный вот тренажер, который уже, собственно, на вооружении наших космонавтов? Вы знаете, ну можно так примерно сказать. Вот комплексный тренажер, примерно комплексный тренажер один, примерно стоит где-то 50 миллионов рублей. И вот отсюда вопрос как раз. А вот специализированный, он стоит где-то, может, 15-20 миллионов рублей. Ну я уже понял, что наши тренажеры, они, скажем так, более, выражаясь, скажем так, таким молодежным сленгом, нафаршированы с точки зрения техники. Там все учтено, то есть все адаптировано эргономично, все сделано для человека. Американские, скажем так, проще и дешевле. Но вот сейчас, как раз-таки к слову и к Америке, непростая экономическая ситуация. Она вызвана разными факторами, включая санкции Соединенных Штатов. И получается, за счет чего, откуда мы берем деньги, как вообще на ваш центр повлияла вот эта экономическая ситуация? Вы знаете, пока никак не повлияла, к счастью. Это тематика, тематика связана с пилотируемой космонавтикой. В данном случае в Соединенном Штатах Америки у нас и продлен договор по сотрудничеству. Насколько мне известно, санкции в этом направлении не действуют. Практически нет, мы не почувствовали санкции. И нужно сказать, что до 2024 года продлена работа совместная по развитию Международной космической станции. Вы считаете, они же до сих пор, у них нет своего космодрома, они его только строят. Еще, по-моему, он не введен в эксплуатацию. Нет, у них, конечно, есть космодром и так далее. Но летают они по космическому центру и так далее. Нет, они летают, у них нет сейчас, на сегодня нет транспортного космического корабля. Вот после шаттлов и так далее, они еще не создали. А летают они на наших. И предусмотрено, и вот программе совместной Международной космической станции, сотрудничество с Соединенными Штатами Америки, предусмотрено, что они будут продолжать. Когда появится у них новый корабль, мы будем их астронавтов совместно с нашими космонавтами запускать космос. Не получится ли так? Вот программа продлена, получается, до 2024 года. И я не удивлюсь, если свой шаттл новый, они как раз закончат делать как раз-таки к этому времени. И, возможно, тогда и начнутся какие-то запреты. Но пока об этом еще рано говорить. Модное слово импортозамещение. Да. Все ли комплектующие вашего нового аппарата, тренажера, они российские? Нет. У нас особые привода, особенно в тренажере, связанные с подготовкой к некорабельной деятельности, это сложная система и механическая, электронная, и вычислительная, и так далее, и так далее. Там применяются у нас привода, и, в общем-то, и двигатели, и так далее. При том, у нас очень много каналов управления, это немецкие, немецкие двигатели, и так далее. Нужно сказать, что мы это все сумели, сумели тогда приобрести до всяческих санкций, и так далее, и так далее. Теперь, значит, мы, естественно, прорабатываем вопросы, если вдруг, хотя у нас возникали какие-то вопросы в этом направлении, и обращались те фирмы в Германию, с которыми мы сотрудничали, покупая изделия, мы пока что не чувствовали отказов никаких. Но, если что, мы, естественно, сейчас думаем о том, какие наши, с кем нужно зайти в альянс, чтобы у нас была возможность произвести импортозамещение в этом направлении. Остальное оборудование, вычислительная техника, пока что компьютерная техника, но не было, на ту, которую мы и применяем, не было, в общем, ограничения в этом отношении. И мы здесь, ну, дискомфорта не чувствуем в этом отношении. Не могу не задать еще два вопроса. Я знаю, что в прошлом году на базе ЦТР появился Центр космического образования молодежи. Все верно? Да. На какие цели он направлен? Чему там учат молодежь и кого именно? Мы дали возможность школьникам использовать, полетать, поуправлять, состыковаться и так далее, на той же аппаратуре практически, на которой космонавты в Центре подготовки космонавтов учатся летать в космос. Это что? Это и управление транспортным кораблем, это стыковка, это работа на борту станции, это обратное возвращение транспортный корабль и посадка его. Это потребовало повысить школьникам такие требования, как дать большее знание в области математики, в области физики. Но вот, к сожалению, астрономию сейчас в школе не читают, это дать и так далее. Это эксперимент, вот вы сказали, 25 человек, да, вы набрали? А в следующем году какой будет набор, как можно стать участником? Значит, в следующем году будет набор, наверное, 50 человек, будет набор 50 человек, но мы продолжаем год, более где-то 150 до 200 школьников посещает наш космоцентр. Кроме вот этих вот 25 человек посещает, просто знакомится с этой техникой. У нас сейчас целая очередь из Ростова, из других городов, с Новочеркасска посетить наш космоцентр. Мы просто собеседование проводим. Я хочу сказать, у нас учатся школьники бесплатно. Если школьник, скажем так, прошел курс этого обучения, может ли он, как, к примеру, выпускники кадетских корпусов, Суворовского училища, скажем так, использовать это как бонус при поступлении в соответствующие высшие учебные заведения? Вы знаете, мы уже имели вот тех выпускников, которые нас просили, и мы давали соответствующий документ, и они поступали в МГТУ имени Баумана. Вот. Мы давали такие же документы при поступлении в другие вузы. И вообще-то говоря, это очень хороший вопрос. Мы сейчас работаем над тем, чтобы как-то это было или приравлено, или приблизимо к тем олимпиадам, которые проводятся, и которые являются большим бонусом при поступлении в высшие учебные заведения. То есть это вопрос есть, но мы видим, что эти люди, которые прошли через такую подготовку, это молодежь, значит, они действительно готовятся серьезно, у них самих такая возможность, и может без какой-то бумажки поступить. Но мы будем решать это очень важный вопрос. Непростое экономическое время для нашей страны. Мне приятно было слышать, что в космосе мы все равно на лидирующих позициях, и, возможно, даже на первой, это очень приятно. Спасибо вам. Ждем вас в нашей студии. Дорогие друзья, я напоминаю, что гостем нашей программы сегодня стал лауреат государственной премии, заслуженный деятель науки, доктор технических наук, профессор Валентин Шукшунов. В студии был Артем Тарасов. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова